Добрый день, здравствуйте! Сегодня с вами приготовим гюрзя. Гюрзя не с мясом, а вегетарианскую. Для этого нам понадобится тесто. Тесто можете замесить как на пельмени, привычное вам, или же взять такое тесто, как делаю я. Я не буду здесь показывать, как его делают, а оставлю под видео ссылку на него. Тесто не прилипает к рукам, тесто не расходится в воде, не потрошится, как говорится, очень хорошо ведёт себя и при жарке, и при варке. Нам нужен нут, нут, который заранее замочили, отварили. Ну, обычно я делаю так, и не раз вам рассказывала, как я приспособилась, нут целый килограмм, замочила на ночь, отварила и расфасовала, держу в морозилке. Когда надо, достаю. Сегодня был такой случай. Берём лук, нарезаем его, берём чеснок, натираем на мелкую тёрку или выдавливаем из чеснока давки. Всё вместе с добавлением растительного масла и соли, чуть-чуть потушим. Не жарим, вот чтобы оно было такое жарено, а именно чуть-чуть карамелизуется, и всё, достаточно этого. Теперь, пока карамелизовался лук, я взяла нут, пропустила его, вернее, помяла его в ронду. Если нет таких инструментов, наверняка у вас есть мясорубка, пропустите его два раза через мясорубку, этого бывает достаточно. Добавляю сюда лук, тушёный, с чесноком. Все специи, которые вы хотите, соль, перец, паприку. Ну, то, что вы любите. Обычно люди говорят соль, перец и всё. Ну, сейчас очень много приправ, которые подходят и нуту, и к картошке, и к курице, и к мясу. Ну, смотрите, выбирайте сами. Чтобы не рассыпалось, добавляю сюда 2 столовые ложки растительного масла. Ну, и наша начинка готова. Теперь берём тесто, делим его на удобные нам части и раскатываем. Как видите, без муки, безо всего, тесто не прилипает к руке. За секунду с него можно сделать вот такие шарики. Не высыхает, пока вы работаете с ним. Так что, мой совет, пользуйтесь таким рецептом. Теперь вырезаю здесь такие кружочки, как на варенике обычно. Кстати, очень хорошие вареники получаются с этого теста. Теперь берём начинку, укладываем и начинаем защиплять края. Немножко потяните за край, сложите и делайте вот такую косичку. И я покажу несколько раз, не волнуйтесь. Потянули и начинаете щипать. В одну сторону, потом в другую. С одной стороны, с другой стороны. И доходите до конца. Не знаю, почему его назвали гюрзой. Может, из-за того, что похоже на голову змеи. Но меня в этом году достали эти змеи на дачу. Поэтому, честно говоря, если было здесь другое название, мне было бы очень приятно. Да, и многие могут сказать, а что, положено делать его с мясом. Чего ж вы так вот? Ну, сейчас много вегетарианцев. Это раз. Во-вторых, у кого-то хватает деньги купить мясо, а у кого-то нет. Сами знаете, какое время живём. Так что, те, которые собираются мне написать, обязательно написать, что «Ой, такая гюрзая не бывает». Бывает, мои дорогие, когда карман пустой, всё бывает. Ну, вот такая у нас гюрзая получилась. Ну, и варю я его немножко поиначе. Можно его отварить в солёной воде. Само собой. Ну, а сегодня покажу я вам чуть-чуть по-другому. Ставлю сковородку. Чуть-чуть сюда добавляю масла. Видите, сколько? И стакан воды. И прямо оно холодное. Выкладываю сюда гюрзу. Накрываю крышкой и ставлю на огонь. Вот такая гюрзая получается. Тесто уникальное. Тает во рту. Начинка. Расскажу вам ещё одно. Сегодня ко мне пришла внучка со своими однокурсниками. И, честно говоря, я для них и готовила. Поставила на стол вареники и поставила вот эту гюрзую. И говорю, кто только догадается, что внутри, с чем она, к тому подарок. Короче, 15 минут. Они знакомый вкус, но и одно говорят, и другое говорят, и третье говорят. К сожалению, говорю, нет, это не то. И через 15 минут только одна девочка сказала. О, это нут. Да, мои дорогие, это нут. И это очень вкусно, они сказали. Были довольны. Так что экспертиза была проведена и всем понравилась. Приготовьте и вы. Вы догадаетесь, вернее, убедитесь, что это очень вкусно. Обязательно поделитесь этим видео. Расскажите знакомым и друзьям. Покажите сайт. Пусть смотрят, подписываются. И пишут мне свои мнения. Может быть, действительно кому-то совсем не понравилось. У меня есть ещё один рецепт. А пока хочу попрощаться с вами. Да, кстати, под видео есть ещё один мой канал. Вернее, адрес на него. И там вязание. Если кто-то хочет, может посмотреть. Правда, на азербайджанском языке. А пока спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова